Приготовление обеда превратилось в пожар. Возгорание на этой кухне произошло около 12 часов дня 10 ноября. Хозяйка квартиры услышала какие-то шорохи в плите и решила проверить. Однако, когда включила газ, комфорка вспыхнула. Сначала горела только плита, но после очаг перекинулся и на стену. Однако распространение огня удалось избежать. Ну, холодильник вот поплавился, вот тут всё, ну, работает. Ну, это нормально, что у вас тут всё сгорело? Вот сейчас сторона вот эта. Вот это всё вот выбрасывает, видите, оно всё погорело. Ну, я уже вот этот верх ветошил на улицу, стенка эта вся сгорела. Хозяина дома, Алексея Ивановича, на момент возгорания дома не было. О том, что вспыхнула кухня, он узнал позже от жены, которая незамедлительно вызвала всевозможные службы спасения. Приезжали и газовики. Они провели осмотр места возгорания и другие квартиры многоквартирного дома. Комиссия вчера была, всё писали, МЦС было, писал всё. Сегодня приехали на экспертизу в духовку, забрали, вот и всё, мы больше ничего не знаем. Жильцы дома признаются, они тоже слышали какие-то шорохи в трубах. Говорят, возможно, это было сильное давление газа. Антонина Печерская о том, что у соседей снизу горит кухня, узнала, когда почувствовала запах гари. Сразу же решила покинуть квартиру в целях безопасности. Ну, я напугалась, конечно, газ, огонь, всё это может же взлететь. Сосед тоже, ну, тут многие вышли на улицу, и он говорил, и у меня такая же история, ну, вот с верхнего этажа, над нами, что он тоже включал газ, и вроде как у него пыхнуло, но он на трубе быстренько выключил. Ага, ну, проезжали газовщики, тут всё нормально, говорят. Мы связались с компанией Амургаз, которая проводила осмотр дома после ЧП. Однако, комментировать ситуацию, специалисты нам отказались. Лишь заверили, сейчас проводятся выяснения всех обстоятельств произошедшего. На место пожара выезжали и огнеборцы в составе 16 человек личного состава и 4 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в течение пяти минут. Взрыва газа, к счастью, не произошло. В результате пожара в квартире на первом этаже повреждена восточная стена на кухне, а также мебель. В общем, кухня закопчена по всей площади. Причина пожара и виновник в настоящий момент устанавливаются. О том, что стало причиной возгорания и утечки газа, пока неизвестно. Точное заключение эксперты сделают позже. Хотелось бы отметить, что по поручению президента России в течение месяца во всех домах страны проверят бытовое газовое оборудование. Началом массовой проверки послужило недавнее ЧП в Иваново, где произошел крупный взрыв газа в жилом доме. В Преамуре сейчас специалисты проводят ревизию газгольдеров, труб и другого газового оборудования. Напомним, всего в Благовещенске около 200 газовых установок. И все они находятся в рабочем состоянии и соответствуют предъявленным требованиям безопасности. Ответили в Ростехнадзоре. Ростислав Азизов, Иван Сюмак, Первообластной.